добрый вечер сегодня мы поговорим о швабе и о ее устройстве вот ну и еще что она себя представляет с одной стороны с другой стороны мы поговорим вообще о землянах постараемся сделать резюме связанная как раз сегодняшней политической ситуации как ее решить одни из вариантов швабе как мы уже с вами говорили имеет сейчас 4 миллиарда человек но не конечно не только на земле они на марте присутствуют и на луне вот мы естественно не у нас оккупировали фактически всю америку южную соединенные штаты тоже оккупированными вот практически вся европа тоже под швабей мы советский союз в том числе и они в общем то сейчас уже практически везде власть в их руках и поэтому они уже затеяли вот эту подлиминуть держаться в имени раньше все-таки это делала римская империя вот ну а теперь швабе она уже себя представляет полностью как самостоятельный объект и это хуже для нас потому что швабе связывают с человечеством то есть получается что швабе то есть само человечество само себя уничтожает масса уничтожение человечества но если до этого этим занимались но все вот эти пандемии когда создавали занимались римляне ну правильно все роме роме и что у них от роман или рамы начала от песенанков песенанков а песенанков и сейчас но не то состав римской переходит но правда тоже как сателлитное подразделение вот ну и вот создали они эту швабе для того чтобы теперь а ее руками делать все те маразмы которые происходят у нас на земле и они как раз связаны с тем что создают очередную пандемию ну как вот испанку создали тысяча девятнадцать восемнадцать годах которая спровоцировала революцию значит инфлюенцию создали в 1905 году когда она спровоцировала тоже революцию в 1870 холеру сделали она спровоцировала но тоже по третье революцию якобы французская но это все в российской империи происходило потом 1848 году после потопа был сыпной тиф спровоцировавший вторую французскую римскую российской империи революция но все одно и то же название разное но это было одно государство и франции и рим и российская империя название одного и того же государства ну и наконец тысяча семьсот восемьдесят девятый год первая французская революция которая была спровоцирована оспой и оспа собственно говоря дженер который очень-то ну его скорее вообще не было но была изобретена сказка про оспу которая вот выкашивает людей вот ну и вот он так якобы там придумал вакцину на коровах хотя как уже было сказано выше никаких животных нет в которой бы оспа развивалась она и сугубо человеческое заболевание и в коровах она не может развиваться время другие заболевания надо называть оспы но они не те возбудители они не относятся к человеческой оспе это вот иллюзия которая была создана вы пошли отсюда вот пастор потом выступил что все болезни от микробов но это тоже маразм то что все болезни в действительности от волновой передачи болезней волнами можно вызвать любую болезнь ну а потом свалить на каких-то микробов бактерий еще кого-то обычно мы с ними симбиоты то есть они для нас симбиоты они нас что-то там лишним поедают что у нас остается ну и в принципе что-то выделяет иногда даже полезные вещества которые слагают нас организм частности группа витаминов б витамин к но и другие вещества когда то геном относящиеся там и на прочее а вот эти все болезни был уже давно установлен причем английскими исследователями было установлено что все болезни идут из космоса облучение из космоса все гриппы которые возникали они возникают сразу нескольких местах ну потому что у них видимо не хватает покрыть всю территорию сразу вот и поэтому облучение приводит к этим гриппам придумали вирусы естественно вот которых в природе не существует сейчас вот говорят что вирусы это принципе остатки клеток человеческих которые в общем-то погибли но они вот на вирусы придумали свалить все вот хотя в детстве на веке была своя гипотеза теория что именно грибки вызывают болезни и поэтому назвали гриппом якобы там вот спор эти грибов но это не имеет значения что мы точно знаем что вот те маски которые запустил тысячи спутников якобы для улучшения интернета они вызывают у нас эту пандемию то есть у нас помимо того что есть 5g вышки нас сейчас есть спутники у нас есть химтрейлы которые травят нас всевозможными отравляющими веществами боевыми отравляющими веществами в частности фазген тот же самый который как показывает наблюдение отшибает память о прошлом вот и там еще ряд веществ обнаружено нашими лабораториями и уже много врачей сказал что воспаление легких это химическое воспаление воспаление отравляющими именно веществами это никакая не инфекция это именно воспаление ожоги там которые получаются тоже от этих вот химических веществ много наших исследователей выдала рекомендации как бороться с этими пандемиями с этой пандемией но там видите она ведь не одна ну что разные способы вызывания и спутники и облучение и отравляющие вещества и 5g эти вышки то есть все против нас человечество в общем-то хотят погубить мы пытались обратиться им межгалактические советы и совет галактики но ответ такой что люди сами виноваты потому что швабия это производство и продукт нашей земли но почему-то никто не учитывая что идеология которая у них царствует фашистская идеология это продукт космического навязывания человечеству этой идеологии а раз это космической идеологии их нельзя относить человечеству потому что они мыслят как инопланетяне те которые нас эксплуатируют из римской империи но мы говорили что швабия в 1945 году создала новую международную организацию он оккупировала теперь уже с помощью магических средств и соединенные штаты америки и европу практически все вот ну и начала оккупировать советский союз советский было сложно оккупировать потому что у нас все таки было хорошо развита система доносов спецслужбы отлично работали ну и тем не менее они начали свою подрывную деятельность сорок пятого года когда была создана оон в противоположности не нации лигу нации распустили но это они сделали спокойно потому что они получили технологии отделе православных людей а не занимать не только на земле также присутствует на марсе марс они с 1956 года в принципе но они и не схватили полностью но они грохнули биосферу марса потому что тысяча пятьдесят в том году японские астрономы наблюдали голубые вспышки на марсе была война была ответка ответка за тартарию в какой-то степени потому что именно в 1820 где-то год состоялась а как раз война марс и земли когда была уничтожена великая тартария великая тартария ну и там еще там 11 тартарий было которые выделились от основной великой тартарии вот но их все вместе в общем-то положили хазара хазары которые не могли простить свое поражение от 100 слова хороброго и вот начиная с 1956 года хотя они заявляют что они нас 1945 года захватили надо не так захватили они вот как раз когда началась бомбежка дальневосточных городов и городов сибири на аляске они разбомбили все города аляска входил состав ссср в то время она даже не как республика на вопрос то советской территории но ее значит вот они смогли захватить и хрущев 57 там или 58 году когда он подписал договор о капитуляции фактически он передал аляску они требовали чтобы он передал там и города дальнего востока и сибири на что он отказался что если по них могли их захватить они же это не сделали поэтому он не подписал это условие но подписал обязательство построить 500 предприятий бесплатно в китае то есть уже в такс того времени они стали готовить китай именно шуаме готовила вот но она манипулировала нашими странами на у нас на земле как хотела в принципе она выполняла волю рептилий рептилий это псинаги или печенеги как карамзин пишут и они в общем то подчинялись печенегом вот но сейчас они выросли они выросли и очень сильно выросли сначала они получили от умбер нам все вот эти чудесные технологии но предали его потому что они совместные имена с ним должны были ударить по советским войскам под сталинградом вот он вам подвел свои войска с сибири вот и фашисты подошли но гитлер договорился со сталиным они вместе ударили под он герну и не тогда он погиб и в 1920 году как нам вешают лапшу на уши и минуты 1943 году когда собственно говоря произошел разгром немецких войск немцами как раз называли казаков молчальников немцы а сейчас стали называть фашистов но после того как значит они он герна разгромили они продолжили между собой войну но это фактически был в какой-то степени фарс но для нас для наших русских людей это была настоящая война это не игра была не ложили жизни за это и мы победили фашистов они не смогли с нами справиться несмотря на все свои секретные технологии до подлые такой войне в космической как она сейчас представлена нам мы конечно не сильны но на поле боя тем не менее наши войска оказались на высоте и мы их могли разбить вот представьте сейчас их 4 миллиарда нам говорят что у нас 7 миллиардов но это свист естественно художественная даже судя по россии но россия конечно это особая территория уничтожаемая потому что здесь у нас уже никакие там не 200 миллионов не 300 вот нас там если 70 наберется это хорошо но и это цифры тоже маловероятно это данные загса вот потому что у нас очень много брошенных городов причем непонятно то есть там вот да но когда смотришь поэтому google карта да там брошенные коляски машины автомобили вот пустые дома то есть народ или похищают и те же самые швабцы у них же рабовладельческий этот строй то есть них обслуживают наши люди земляне которых они держат в качестве рабов но сами они в общем-то на достаточно высоком уровне по сравнению с нами они же применяют против нас вот эти вакцинации всевозможные сейчас вот это их не затея но это вообще-то рептилии затея затея римской империи периодически делать эти вакцинации потому что это все заведомо специально сделано для того чтобы собирать с нас гавах ну то есть люди мучаются по жизни и чем больше они мучаются чем больше гаваха получают и накапливают его забирают с умерших душ ну то есть их вываривают и этот гавах получает на сегодняшний день на земле существует 7111 языков за последние только каких-то 50 лет у нас еще на 1000 увеличилось количество языков это все новые и новые цивилизации подключаются к употреблению гаваха потому что земля это свободная зона как сейчас говорят по эксплуатации не только рептилии но они подключили здесь множество цивилизаций которые собираются нас тоже гавах для них выделены специальные территории то что на территории россии там даже много языков это все специально создаются такие языки как вот например сейчас один восточный создался сибирский язык создались новые но правда народ не принял их пока еще но еще не вечер то есть они своего не упустят и вот те территории где появляется новый язык фактически это территории новые цивилизации которая тоже желает получать гавах бесплатно но это цивилизации низкого уровня которые в общем-то на уровне паразитизма находится и их рептилии специально пустили чтобы у них не отобрали землю они считают себя владельцами землей рептилии такие которые из ореона это в основном все черное население и которые в общем-то созвездия большого пса сириусяне а это те которые песенаги и вот их не производные на сегодняшний день это часть население англии и часть населения китая там они в общем-то своих метисов смешанных с песенглавцами развели до невероятных размеров и в принципе они продолжают эксплуатировать землю но чтоб их вот не выкинули отсюда не значит тут разрешили всем собирать этот гавах ну сами не тоже собирают вот эти все революции которые они делал специально это для того чтобы собрать большой урожай гаваха а гавах он идет на то чтобы эти люди но люди здесь я конечно беру большие кавычки людского ничего нету они должны обрести бессмертие и молодость благодаря этому гаваху тем более гавах он обязательно должен быть отрицательным по эмоциям они собирают его на стадионах когда там какие-то матчи происходят и выплескивается много вот этой энергии одни отрицательную другие положительную ну кому что нужно это тоже происходит сбор нас все время используют как дойных коров вот и то что я говорю они получили достаточно большой потенциал развития по среднюю с нами это было как раз связано с тем что у них нет прививок в отличие от нас естественно и у них вот этот цикл развития он в общем-то осуществляется в полной мере у нас в общем-то половая зрелость еще недавно наступала только 72 года а сейчас у нас половая зрелость смещена до уровня 12 лет это среди белого населения а до уровня 7 6 лет это южное население то есть детишек уже начинают развивать до состояния возможности размножаться на животные тоже все очень быстро начинают размножаться но это критерий в общем-то инволюции когда начинается наступает ранняя сексуальность то что очень-то германия она же была пруссия вернее она же была в составе в свое время российской империи и она выделилась фактически только вот в 1905 году пруссия и пруссия на порусь по русу то есть они тоже были русу крещены и они собственно грей пытались там остаться но их вывели из этой идеологии и начали вот проповедование фашистской идеологии она не вдруг возникла это не гитлер это гитлер еще началось обработка населением что они избранные что они самые лучшие и так далее началось еще вот и первая мировая война когда они пошли на россию но тогда еще было много в общем-то прорусски настроенных людей и они в общем-то смогли создать революцию германии тогда вот это вот всемирная революция потом которые назвали октябрьской вот привела тому что в общем-то германию снова включили состав ссср но не как пруссию а уже как веймарскую эльзасскую баварской республики и гитлер и все военные начальники они все учились в советских институтах и академиях военных для того чтобы получить это военно образование и когда начались вот эти тенденции откалывания от россии вот тогда вот сталин договорился с гитлером гитлер в тридцать третьем году пришел к власти он был канцлером а до гитлера в общем-то канцлером считался сталин и они сейчас по истории что видели это там у них свой канцлер но видели если но сейчас уж конечно вычистили этот интернет велисти посмотреть его фотографии на этот товарищ сталин вот то есть германия входила состав российской империи потом еще состав и ссср и когда они начали даже войну все германцы они говорили на русском языке молодежь конечно они сейчас стали водить эту собачьи латынь так называемая которая есть немецкому германский язык вот но старое пожилое население они оставались верными традициями на русском языке на языке землян фактически потому что и русский и санскрит и зэнд язык до весты они все являются одним языком и они фактически разделяются чисто искусственно то что большинство всех слов которые там по разному начинают звучать на финном близко вот и древний русский язык но это тоже в санскрит фашизм это вот мы сейчас называем фашизм да вообще-то был для националисты не был социал национализм то есть они тоже были за социализм и у них тоже был дедушка ленин дедушка ленин был до 1913 года вернее он был марксом до 1913 года а потом его сделали раз параллели то что и ленин и марс одно лицо и по стилю написания и изложения у марса ведь если вы посмотрите не всем тому всем а у дедушка ленин 55 тому маркс тоже прожил достойную жизнь в реальности к алмаз родился в 1818 году а вот в 1913 году его сделали ленин и почему потому что была война с германией первое и против германцев особенно только после применения этого химического оружия химических газов до их ненавидели а дедушка ленин немец германец ну пусак у него фамилия бланк но сделали ульяновым сделали ленина но ленин это было не всегда не все время фактически но у него иванов еще был псевдоним вот внешний вид если вы в карман маркс уберете шевелюру это девушка ленин даже на памятниках если посмотреть убрать у него шевелю дедушка ленин а шевелю у него вот с 1900 с 1848 году но это уже революция да был субтитив и вот это уже было был потоп как раз средний середине 19 века который занес значит эти все города создала цокольные этажи ну один цокольный этаж у некоторых когда было много потопов вот старые здания которые пережили армагеддон политехнический музей москве там три этажа вниз я сам посчитал когда его там откопали но и там заливали бетоном насколько я понял чтобы народ не лазил и не знал что у нас было столько много потопов что засыпало так его сильно вот и вот поэтому разницы не было между фашизмом и социал-демократами много социал-демократия была потом коммунистами назвали никто социалист никто же был против этой ренты против судного капитала все то же самое но не могли предположить что гитлер нападет на советский союз ведь у них 100 стали нам договоренность было что он дает карбас вооружает его и он будет возвращать отбившиеся страны обратно советский союз отбивались и там ну уходили это же экзаская республика ушла и там кольцкость республика вот дальневосточная там было республика пыталась отойти пришлось ее расформировать крымская республика тоже пыталась там уйти тоже пришлось расформировать репрессии то начались и на из-за того что у нас вот и были вот эти тенденции выхода из состава ссср поэтому общем-то дедушку ленина сделали лениным ульяновым ну и вроде как русский стал и вообще вот все дети которые там были у дженни ну так жена маркса вот это дети ленина и то что у нас есть могилы до сих пор остались где похоронены дети ленина той же линии например не до сих пор 0 бежит не знаю как сейчас но раньше туда когда можно было ездить там говорили что могут здесь похоронен сын ленина и туда в общем-то нежелательно ходить могилы охранялись чтобы еще и не попортили вот поэтому вот эта сказка что дедушка ленина не было детей но пришлось ее сделать для того чтобы народ не знал что он имеет русские корни изобретение тех же концлагерей это все совместно было вот и души губок которые изобрели ну то есть когда возили народ в машине выхлопные газы входили прям в кунг где сидели заключенные люди ну и репрессии были вот именно против евреев а евреев уничтожали потому что они как раз были потомками жрецов и надо было жрецов естественно убрать поэтому вот эту бутафоры нам навязали виде мусульманство христианство католичество протестантизм мы сейчас тысячи конфессий только в одном христианстве а так вообще на сегодняшний двадцать семь тысяч этих конфессий вот ну и у нас совместно с гитлером были как раз вот эти поселения по выведению сверхчеловека идея-то кстати но на якобы ницше ницше вообще-то это максим гуки у него вот эти вот песни буревестника песня о соколе ну такого вот плана так говорил зарат устра тоже его это не меньше ницше это его один из псевдонимов у нас у писателей бывает много псевдонимов из-за того что там ну всевозможные препоны которые заставляли их брать новые псевдонимы чтобы получить там побольше гонорара так вот значит получилось так что ницше его идея сверхчеловека она была претворена в жизнь вместе со сталиным и вместе с гитлером они создавали поселение но поскольку европе уже тогда началась сексуальная революция то есть и и собственно я сама революция с советском союзе она тоже стимулировала этот процесс потому что там говорилось о том что совершать вот половые связи можно было точно также как выпить стакан воды и поэтому в общем-то это идея революция была мировой как вы помните она распространилась на европу и поэтому у них там не было девочек действенниц имеется ввиду а у нас это все-таки сохранилось народ не поддался этой провокации и поэтому гитлер и сталин создавали вот эти вот поселение где оказалось что если юноша теряет свою невинность на действеннице то у них рождаются дети с голубой кровью и поэтому такие 4 миллиарда сейчас разведенных фасшествующих элементов вот у некоторых голубая кровь не все конечно подвержены этой дурацкой идеологии потому что мы встречались я не буду говорить где и как потому что их тех людей начинают сразу преследовать и уничтожать и даже думать не буду об этом потому что они это все контролируют вот они выяснили что вот эта голубая кровь способствует тому что дети действительно стен обладали знаниями и возможностями богов во первых они могли выходить через бог не рождаться как обычные дети через родовые пути у женщин и поэтому у них способность телепортации с момента рождения дальше у них поскольку такие циклы эволюции все сохранены они развиваются по ряду яви который сейчас называют рядом фибоначчи то есть один год два года три года повторится цикл то есть сохранились на такие выражения печенкой чувствую селезенка чувствую кишками чувство то есть фактически у каждого органа нас да у нас была своя интуиция и вот эти интуиции они как раз у этих швабцев развиты если мы будем с ними конечно бороться ну мы сразу проиграем это понятно все что делается на земле они все это знают знают и могут на нас воздействовать но небольшая защита но все-таки это защита то что вот то есть мирную организацию космической коалиции приняли у нас 2015 году в эту космическую коалицию и фактически те люди которые успели вступить в опта они будут защищены естественно в какой-то степени они могут рассчитывать на эту защиту но те которые сейчас не вступили которые тем более еще и появились вот с ними естественно будут проблемы и вот противостоять им можно я думаю чисто божественными путями потому что барон фон унгер он я думаю не все дал германия его же жизни будды прогласили то есть просветленным богом и он предвидел такой вариант наверняка и поэтому они отдали только чисто технические вещи которые позволяли вот как раз передвигаться там везде позволяли значит и становиться там невидимым проходить везде телепортироваться вот эти вещи чисто технические им были отданы но вот сама божественная система православная которая тоже позволяет это все делать только лишь приняв божественными на и уже появляются свойства богов но если человек начинает при этом славить богов что у него возникла связь с ними и все свойства божественные потекли на него благодатью тогда он действительности становится богом и может делать то же самое что швабцы делают с помощью технических средств то что у них омоложение это все есть и ну как и очевидцы и наши люди которые в общем-то как-то с ними контактируют об этом свидетельствуют да они и в 70 и 80 и в 90 лет выглядят также как в 30 лет они владели свойствами хронального поля это опять благодаря фон унгерну и они в общем-то накапливая это поле хрональное поле могут возвращать умерших людей опять в эту жизнь судя по последним событиям когда они специально запустили южное население европу которую подготовили тоже березни фактически да но ведь смотрите ведь в человечество сейчас эксплуатируется множеством цивилизаций а если они уничтожат все человечество но христиан всех они точно не будут уничтожить полностью потому что христиане основной поставщик галаха а не думаю что они согласятся сами швабцы чтобы их использовали на галах у нас лучшие конечно источники это сами служители культа которые берут на себя грехи отпуская грехи других людей и беря их на себя они пропитываются этим галахом и надо же это все отрабатывать а у них времени на отработку чужих грехов нет свои дай бог бы отработать а у них этого нет понятно что они ценный так сказать материал для инопланетян которые используют народы нашей земли для этого галаха дело в том что в швабе у них религия бон муж гривишь такой бон это и человеческие жертвы это и оргии это инцест это причащение крови людей но несмотря на то что они получают гавах из мучеников ну они заставляют жертвы своей мучиться и потом эту кровь не употребляют и поэтому у них в общем-то возникает эффект и омоложение и в какой-то степени продлевает реально продлевает жизнь но дело в том что вот их сейчас запустили на эту программу на ковид на все вот эти маразмы которые идут с этим к видам для того чтобы ими заменить человечество потому что в общем-то качественный гавах в основном с христиан получается ну потому что они заточены на мучения а вот китайцы например да но у них считается 80 процентов это даосы конфуциане вот но китай еще местные верования вот но это все новое дело даже конфуцианство это тоже наводел потому что конфуция его до 50-х годов но зато века китай не знал про конфуция наши профессора и зонгу но из других вузов и ездили читали им лекции про конфуция конфуция но это придумано естественно имя а вообще взят был ксенофонт своими афоризмами ксенофонт это ученик сократа считается общем ант хотя он считается греческий античный но раз античный значит ант ант это от византии когда была захвачена принципе европа антами она была захвачена фактически вся европа захвачена египет был захвачен турция нам в территории тогда этих стран не было естественно и вот наши профессора обучали конфуция что касается до сизма но до сизма то действительности древней религии она была манжуров до сизма но и собственно говоря китайцы после присоединения манжури в общем-то до сизма взяли на вооружение до сизма то ну к якобы бессмертия понятно что там сейчас а бессмертие ни о каком речи и не может быть все те методики которые предлагаются они принципе не рабочие но не в какой-то степени рабочий для здоровья да но не для бессмертия в какой-то степени это вот это нитивидное дыхание удалось и так хочет якобы это ведет бессмертию но насколько я знаю тех доосов занимающиеся этими дыханием ночи ты не заметил чтоб они были бессмертными и не старели и вот и вот 80 процентов населения китая это да си да сизм и конфуцианство там нет слов и намеков на страдания вот 15 процентов где-то буддизм но буддизм он вообще он очень как раз избавляться от страданий то есть меняет отношение к ситуации ну такая философия если не можешь изменить ситуацию изменить свое отношение к ней поэтому китайцы это плохой товар для гаваха еще хуже товар у индусов у них много верований но широко распространен тоже буддизм и среди прочих вот этих конфессий у них нет опять же этого страдания а если смотреть по переписи населения что у китая у них на 2015 год была одна целая четыре десятых миллиарда населения это причем учитывали везде которые и за границей к самому китае которые живут и вот получилось один четыре миллиарда в индии тоже на 2012 год там одна целая три десятых миллиарда населения то есть близко китаю это же как источник гаваха никуда не годный потому что люди там не страдают так как надо было бы страдать хотя вот есть христианство но христианство не в китае в индии побольше она распространена в китае его совсем мало вот ну они не делают погоды и крестьян христианство но не получилось широкого распространения не в индии не в китае получается что два с половиной вернее ну да я всем миллиарда это бесполезный для галаха груз товар остается только христиане но христиане считается что в европе около миллиарда человек живет но конечно не так вот ну пускай даже миллиард но получается 3 и 7 десятых миллиарда но европе она тоже неоднородная там и католицизм и протестантизм и кальвинизм и американство ну то есть конфессий там много с одной стороны но с другой стороны очень много атеистических настроенных людей то есть тоже в общем-то для гаваха бесполезно а вот интересно сам состав шваби там я уже сказал религия бон религия бон она в принципе страдательская религия потому что там в общем-то принуждают детишек с детства заниматься половой жизнью то есть в реальности на сегодняшний день шваби представляет для тех захватчиков а их сейчас 7000 как можно говорили сто одиннадцать цивилизаций которые используют гавах на гавах использую человечество понятно что использование на гавах боновцев но более эффективно тем более там четыре миллиарда по другим оценкам четыре с половиной миллиарда им дают карт-бланш сделать вот эту пандемию вызвать революцию и начать массово вырезать население земли вырезать человечество понятно что не все в швабе и довольны сегодняшним положением не случайно там произошел раскол свое время и от них делилась тоже большая группа населения которая перебралась на царе на царе и она и сейчас там живут по всей видимости они как раз отказались от религий бон дело в том что мы говорили что у них силу того что они открыли способы получения божественных сущностей то есть когда используются девственницы и непорочные юноши у которых рождаются боги ну или пол боги люди дети которые могут и имеют божественные возможности уже сразу при рождении ну понятно что рептилии им не позволят всем быть богами но как каста вернее как сословия над смутчиков которые контролируют мысли которые контролируют не только мысли там училась стальной мысли самого народа шваби таких вот они воспитывают у нас тоже в кгб мы вообще спецорганах много работают людей которые имеют экстрасенсорные и другие способности способные и найти преступника и найти потерявшегося человека и найти потерянную какую-то вещь то есть такие вещи есть не только у швабии но нашей цивилизации это практикуется тоже в массе же конечно швабия интересна для захватчиков потому что они с нее будут получать гавах вот эти семь тысяч сто одиннадцать цивилизаций на сегодняшний день эксплуатирующих человечество с удовольствием начнут эксплуатировать шваби религия бунт не предполагает бессмертия и это тоже такая же бутафория как и все остальные конфессии существующие у нас на земле которых как я уже говорил рассчитывается двадцать семь тысяч это в принципе все относится к бутафории хотя бонт дает омоложение ну это какой ценой к сожалению боновцев ну и вообще швабцев их воспитывают в человека ненавистничестве а когда идет такое воспитание они ведь ненавидят людей которые в принципе земляне и поэтому они привлекают для воплощения души инопланетных сущностей которые тоже ненавидели людей в частности рептилии которые всегда с нами были в контре и поэтому много естественно людей имеют душу рептилии то есть это по определению является уже не людьми а инопланетянами хотя они и что рептилии у них тоже каннибализм присутствует ну и у боновцев тоже каннибализм присутствует вот то есть это примитивные организации но они вот на сегодняшний день находятся на высоте у нас было такое предложение это конечно практически невозможно но тем не менее когда мы заявили о входе в космическую коалицию и говорили о том что могут подать заявление и параллельные даже цивилизации и такие нашлись к нам подал заявление так называемый лесной народ лесной народ он это маленькие люди которые в общем-то живут в подземелье но они передали человеку чтоб он связался со мной от этих вот представителей лесного народа и они связались и еще одна цивилизация исполинов она тоже подала заявление тоже через нашего представителя который в общем-то сообщил о том что они тоже хотят быть в ВОКе ВОК это Всемирная Организация Космической Коалиции которую в 2015 году как уже говорилось неоднократно приняли в Космическую Коалицию поэтому в общем-то есть возможность объединить ну я думаю что и нордики тоже бы подписались под это потому что они подписывались нам помогать ну хоть на словах но неважно а если они хотят помочь нам но ради Бога давайте объединяться и даже 4 миллиарда людей неужели они все хотят стать пылью и пойти на переработку в углах понятно что у них рабоводельческий строй что они эксплуатируют землян они выводят их как рабочий скот они используют для всяких опытов и так далее ну то есть они много делают того чего не стоило делать но если сейчас речь идет о жизни вообще человечества не надо думать что все эти параллельные цивилизации существующие сегодня на земле точно так же как и существующие даже в том же космосе но имеющие человеческое происхождение останутся жить у нас ведь практически все планеты неважно там не питер сатурн они все обитаемые обитаемые и у них под носом творится землей то что сейчас делается и они все спокойно на это смотрят а ведь как говорится дай палец ну и те руку откусит поэтому в общем-то опасность уничтожение их тоже существует если все и существующие цивилизации в том числе и швами объединятся я думаю что вопрос о пребывании этих 7000 цивилизаций здесь будет будет закрыт они отсюда уберутся понятно что швами придется попуститься некоторыми своими устремлениями но тем не менее это стоит того чтобы потом все таки жить на последнем галактическом совете у нас наш представитель там присутствовал и в общем-то видел что те ну кроме дэнсиопина старые германские предварительные оказывается живы находятся там ну в частности гибельс например да тот же китлер все они живы понятно что уже имея возраст за сто лет они мы больше ну вряд ли они могут поменять свои взгляды найти из молодежь которая готова менять эти взгляды и я тоже думаю что они не заинтересованы в том чтобы в швабе была уничтожена ну она может и сейчас ее не уничтожат но те же самые революции которые происходили в российской империи которые сейчас вот проектируются они они будут происходить потом и дальше в швабе даже когда они нас уничтожат это все будет продолжаться вот ну и постепенно берутся понятно до тех жителей подземель подземных этих цивилизаций которые сейчас их там мы затрудняемся рассказать сколько потому что они еще пример себя тоже делятся потому что зараза деления она в общем-то заложен у нас на земле разными вот этими теодицеями и ящиком пандоры который здесь у нас все время совершенствуется в вопросах развала и в общем-то процветает этот развал здесь но это как один из вариантов и в принципе он наиболее реальный если мы сделаем опять так же как и планировали то есть все страны они организуют коалиционное правительство земли то есть все страны которые у нас но это не он это именно уже земная структура никому не подчиненная подчиненная только землянам и те цивилизации которые тоже могут послать своих представителей или даже президентов королей ну кто у них там сейчас вот в это правительство и уже от имени всех землян выступать на всех галактических там межгалактических мероприятиях которые в общем-то проходят идут независимо от того что у нас тут рабство или не рабство неразумные или разумные вот и уже тогда я думаю рептилии и прочие низшие цивилизации которые строят свое свое существование на уничтожении других вот они тут не сунул нос не смогут сон ну и это уже в общем-то со стороны разумного космоса порицается и пресекается но нам надо конечно доказать что человечество разумно это конечно сложно сделать когда существует целая структура как академия наук всевозможные там организации субсидируемые этими же самыми не только швабцами но и римской империей которые нам внушают разные глупости типа земли плоской или там что нет скорости больше скорости света ну много иллюзий которые сейчас у нас придуманы они у нас официально навязываются и контролируются чтобы их никто не мог критиковать и изменять потому что вот за критику теории носительности у нас можно было сразу попасть в психокружку и людей садили да или лишали общезваний кафедр степеней ну и не только за критику тот же самый ощепков например который сделал вечные часы но они сами так сказать черпали энерги из ниоткуда вот ну таких в общем изобретателей много а ему пришлось отсидеть в лагерях щепково вот он изобретатель энтероскопии изобретатель радиолокации он тем не менее вздумал критиковать второй начало термодинамики ну и много таких людей я не думаю что в шуме есть такая потребность чтобы их эксплуатировать чтоб они умирали именно того чтобы пойти на переработку на головах то что у них нет бессмертия однозначно вот эта тенденция по разделению нас казалось бы ничего страшного да подумаешь там 5000 профессий в СССР насчитывалось ну по миру 40 тысяч а это деление по профессиям оно тоже должно быть человек должен быть универсален он должен делать все универсализация это вообще один из критериев прогресса вот помимо конечно универсализации там и еще ряд критериев прогресса существуют но это один из важных универсализации индивидов потому что чем универсальней человек тем универсальней цивилизация когда человек может делать все может в любой момент стать кем угодно научить он должен все профессии все знания которые имеет цивилизация казалось бы это много но в действительности это не так уж и много тем более если когда мы говорим о принципах не об изобретениях изобретения миллионы могут быть а вот принципов их немного ну сотни там несколько сотен которые лежат в основе собственно говоря любой цивилизации имея именно развитых индивидов мы можем в принципе рассчитывать на быструю эволюцию человечества и на тенденцию к объединению то что нас сейчас все время разъединяет количество конфессий количество стран количество языков растет что швабия будет процветать вот этого не произойдет по той простой причине потому что ненависть еще ничего не создала она могла только разрушать и поскольку швабия вся пронизана ненавистью то в общем-то недолго тоже проживет ее будет ждать та же самая судьба что и человечество поэтому для того чтобы сохранить свое присутствие на земле вот рептилии они в принципе раздали землю 7000 цивилизациям которые бывают у нас здесь гавах 7111 если точнее столько языков на сегодняшний день существует на земле это как раз цифра и создание этих языков необходимо именно для того чтобы разграничить употребление гаваха разными цивилизациями то есть каждая цивилизация использует свой язык но людей со своим языком вот ну и сейчас после уничтожения человечества если придет на смену нам швабия у которой 4 миллиарда а по другим источникам 4 с половиной и они станут тоже неплохим источником гаваха то что народ является источником гаваха говорит факт строительства пустых городов по всей территории земли не только в китае но и россии и шаи европе с такими же многоквартирными домами коробками где удобно по ночам собирать со спящего населения энзимы для здоровья захватчиков для инопланетян бы строили одноэтажные дома с участками как это было прежде на земле теперь и зимы и гавах будут собираться швабцев которые по сути как и мы тоже являются рабами им запудрили мозги человек ненавистнической идеологии который является продуктом космического навязывания конечно лучше источник гаваха это христиане которая нацелена от страданий людей но в общем-то религия бога которая исповедуется в швабии она тоже приводит к страданиям потому что человеческие жертвы хоть они считают что это там другая раса вот но она у них присутствует они ее поглощают то есть детишек замучивают специально чтобы потом пить их кровь и есть их мясо их тело вот и они насыщаются этим гавахом в конце концов и собственно говоря ведь разрушение оно ничего создать не может и то что они как бы становятся разрушительными уже по определению разрушение это как раз и есть энергия гаваха страдания разрушения это все гаваха и они поэтому тоже хорошие кандидаты для сбора с них теперь уже гаваха понятно что риме не какое-то количество людей оставят именно христиан но индию не тронуть не могут они под антами индусы китай тоже тронуть не могут они потому что под рептилиями под римской империей а шваби она сейчас хоть и говорят или она считает что она самостоятельная но это в действительности ведь не так им дали выдвинуться им теперь передали эстафету уничтожение человечества создание вот этой вот революции сейчас пандемии которая должна спровоцировать эту революцию а если раньше это занимались римляне то теперь это будет заниматься шваби но вернее она уже занялась этим и сейчас когда вот мы обращались мы получаем ведь один только ответ вы сами разберитесь между собой они не могут тронуться потому что шваби это считается тоже земляне естественно мы сами не сможем освободиться из шваби ну во-первых у шваби конечно больше технологий больше знаний но и самое главное большее количество людей вот мы причем армия понятно что много раз у нас превосходящая если даже мы соберем все армии мира она все равно настроена на военный манер так вот если бы мы смогли объединиться с швабей для того чтобы убрать во-первых все эти тысяч сто одиннадцать цивилизаций пользующихся нашими душами и использующих их на головах и вернули бы в ту же швабию тоже перевоплощение там его тоже нет он не предполагает перевоплощение хоть и говорит о перевоплощении но бестрезны это только слова если даже там они оставят все свои прибамбасы со своим этим боном то есть имеется ввиду то что там и оргии и прочие вещи практикуются но пусть примут перевоплощение а перевоплощение это дрели православия по крайней мере и если у нас это перевоплощение восстановится то в общем то мы уже сразу по определению попадаем в разумные существа потому что мы становимся бессмертными реально бессмертными то что у них используется головах который продлевает им жизнь там на пару сотен лет это не бессмертие но это 200 лет ну 300 но это не тысячи не миллионы и не миллиарды а бессмертные они так и живут если бы мы могли тогда объединиться мы бы пошли по тому же пути какой мы в общем то и предлагали создание коалиционного правительства во главе земли состоящий из разных представителей цивилизаций и стран и которые которые бы уже могли собственно говоря объявить землю независимой планетой не от римской империи не от орионцев не от силеусян не от кого вот вот но проверь себя в общем то мы смогли разобраться между собой и договориться договориться чтобы в общем то земля бы снова вернула свое процветание как и было во времена рая понятно у нас есть конечно аргумент если на это шваби не пойдет хотя вроде как самостоятельно но она зависит от рептилии от пицинага во всяком случае высшее руководство на такую зависимость имеет у нас еще есть один аргумент я о нем говорил что в принципе смерть человечества ну и в частности смерть жрицов будет пусковым началом конца вообще углеродной формы жизни о чем нам сообщила кремниевая форма жизни еще в 1987 году поэтому у нас в действительности есть только один вариант договариваться это все что касается сегодняшней ситуации по развитию этих событий и мы должны в общем там быть готовыми тому чтобы если шваби решится на переговоры помочь ей в общем-то возвратить перевоплощение и обеспечить ее мужицами которые знают святые научат жрецов уже самой шваби сейчас нас подготовила 24 католических священника которые будут готовить население Америки контакту с инопланетянами которые сегодня прибудут к нам уже как освободители от маразматической пандемии ковида и от рабовладения глобалистов которые являются ставленниками шваби большинство из этих ковидников и глобалистов будут расстреляны или посадят тюрьмы чтобы завоевать доверие землян инопланетяне сделают это а потом уже устроит нам еще больший геноцид как это уже было однажды в истории земли когда высадились хазары тогда тоже внедрили в сознание людей плоскую землю и отсутственным планетян и атеизм все признаки неразумности благодаря которым хазары получили право не только грабить ресурсы нашей планеты но и использовать людей как рыбов и скот на энзимы и по своему усмотрению а их души используют на гавах поэтому нам надо проявлять бдительность и разумность и не позволять вновь дурачить себя а подключиться к общечеловеческим читкам треб которые позволили предотвратить очередной обман человечества благодарю вас за внимание а и 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